Итак, всем здравствуйте! Рада приветствовать всех на очередном нашем пятничном зуме. Те, кто сегодня с нами, приветствую всех! Молодцы, что подключились! Тема, которую мы сегодня решили озвучить и разобрать, достаточно серьезная тема, достаточно актуальная тема. Мы сегодня говорим о грибах. Продолжение вчерашнего прямого эфира, но, к сожалению, мы говорим не о тех грибах, которые все любят осенью, наверное, собирать, а говорим о грибах рода Кандида. Эти грибы относятся к условно-патогенным. То есть при определенных условиях эти кажущиеся, безобидные грибы вызывают очень серьезные поражения вплоть до смертельных исходов. Вчера на зуме, вчера был прямой эфир, и вчера я услышала такую историю о том, что несколько лет назад врачи в Хабаровске пытались спасти 22-летнюю девушку. У нее было инфекционное заболевание, были собраны самые лучшие медикаменты, но, к сожалению, и тот печальный, девушка погибла. Когда патологоанатомы ее открыл на исследование, было заключение. У девушки был кандидозный сепсис в лёгких, поражение лёгких. Насколько это все опасно? Грибы рода Кандида, они условно-патогенные, имеют два морфологических признака, которые можно диагностировать только путем лабораторных исследований. То есть лабораторными исследованиями мы можем это все выяснить, но не только лабораторными. Клинические проявления могут быть различны, совершенно различны. Чаще всего это протекает с поражением кожи, протекает с поражением слизистой кожи, протекает с поражением в виде молочницы, протекает с поражением репродуктивных органов у женщин и мужчин, и протекает с поражением ногтевых пластин. которые поражение кожи, многие педиатры у детей выставляют всегда это в виде пеленочных дерматитов, опрелостей, складок и так далее. Но это все кожные проявления и проявления на слизистых. И самое опасное, чем опасна кандида, это поражение наших пиццеллярных органов, это внутренних органов. Кандида не щетит ни один орган. В первую очередь она поражает легкие, в первую очередь. Она поражает печень, она поражает почки, она поражает кишечник и почему-то очень любит мозг. Несколько лет назад немецкие педиатры проводили исследования у маленьких детей, которые в течение 7 дней принимали антибиотики. И по стечению этих 7-дневного срока у этих деток были обнаружены структурные кандиды в лоханках почки. А кто у нас из людей принимает антибиотики под прикрытие? Но сейчас очень люди любят заниматься самолечением, да, и понимаем, насколько это опасно. Какие же показания для обследования, которые должны насторожить, где уже лампочка должна сигнализировать о том, что иди, давай лабораторные исследования, проверяйся, у тебя не все в порядке с организмом. Это аллергические заболевания, это длительный прием антибиотиков, это детки, матери которых в утробе перенесли молочницу, это недоношенные детки, это заболевания лорорганов, которые сейчас сплошь и рядом. Это сердечно-сосудистые заболевания, где нужно действительно провериться. И что же предлагает наш из продуктов наш коралловый клуб? В нашей компании есть уникальные продукты и есть программные решения, которые могут значительно изменить и улучшить состояние таких вот пациентов, у которых такая проблема. Особенно продукты, которые повышают иммунитет. У нас в компании целая линейка иммуномодуляторов, а все прекрасно знают, там где ослабленный иммунитет, там цепляется все. То есть не зря я сказала, что эти грибы, у нас очень много живет внутри бактерий, полезных, неполезных, вирусов, паразитов, с которыми можно жить. И вот эта условно-патогенная флора в определенных условиях, которая развивается, достаточно опасная. И у нас есть продукты, которые могут создать невыносимые условия для жизни этой условно-патогенной флоры. Поэтому сегодня мы решили раскрыть эту тему в плане продуктов нашей компании. И об этом начнем мы, конечно, с воды. Поделится, первая у нас будет поступать Тоня. Тоня поделится у нас продуктами, которые у нас с воды начинают. Тонечка, пожалуйста, подключайся. Тоня. Всем привет. Всем привет. Меня слышно? Да, хорошо тебя слышно. Ну, я начну с блока воды. И это основное, как говорится, без воды ни туды, ни седы. Нам нужно, я сегодня вот свой блок, наверное, начну с такой адвокатской какой-то роли по поводу вообще живых микроорганизмов, в том числе патогенной микрофлоры. Потому что, ну, раз они существуют, значит, они существуют. И я предлагаю людям посмотреть немножко с другой стороны, то есть прям упор делать не на уничтожение, понятно, мы будем с ними бороться и так, да, но именно на создание неблагоприятных условий в нашем теле для жизни, для их жизни. Поэтому нам нужно как-то создать такую среду, чтобы они просто, им было некомфортно жить в нас. В любом случае, мы живем в такое время, где агрессивная среда, и они в любом случае попадают в нас, да, и застраховаться очень сложно. Уже маленькие дети от мам своих этим всем награждаются, в том числе кандидой. Вот, и наша задача просто создать такие условия, и в первую очередь это, конечно, нам в этом помощь вода. То есть, понятное дело, чем более стоячее болото в нашем организме, а есть люди, которые совершенно не знают, что такое культура питья, что такое вообще напоить свой организм элементарно, и считают, что чай и кофе там, и немножко водички этого достаточно. Вот, поэтому нам нужно из своего болота в своем организме устроить журчащий, прозрачный, прекрасный ручей. Для этого нам нужна вода, для этого нам нужна вода щелочная, нам нужна вода биодоступная, и эта вода есть. Это Коралл Майн. Все очень легко и просто, готовится она очень просто. Это такая композиция из коралла, которая, вот, саше маленькие, опускаются в теплую воду, желательно, естественно. Она предусмотрена, один саше на полтора литра воды, настаивается минут семь, и наше чудо-вода уже готова к употреблению. Как ее пить? Ее пить, конечно, лучше в теплом виде, даже горячеватом. Если у вас есть такая цель, то лучше один глоток в 15 минут, это будет как капельная просто, вот, капельница в ваш организм. И этому надо научить себя и научить свое окружение. Обязательно научить своих детей пить тоже воду в нужном объеме. Средняя есть норма воды. В зимнее время это 30 мл на килограмм веса, в летнее жаркое время это 40. Но, если вы занимаетесь спортом, или вы занимаетесь, там, какой-то физической нагрузкой, у вас физический какой-то труд, или вы заболеете, то эта порция увеличивается. Это норма до 50, до 60, до 70 мл на килограмм. Вот, и вот мы эту воду должны пить. И самое прекрасное, что конзида и остальные грибы все-таки водой нужно промывать, и их можно промыть. Мы им устраиваем, ну, далее после меня будут спикеры, которые нам расскажут, чем мы будем их выгонять. Но вот вода, она будет нам эти средства доносить в клетку, и будет межклеточное пространство и лимфу все это промывать. А еще к этой чудесной воде у нас есть еще такой замечательный, назовем его улучшитель. Это микрогидрин. Это чудо-продукт, очень мощно ощелачивающий. И он как раз-таки будет нам в этой проблеме большим союзником. Дело в том, что патогенная микрофлора не любит щелочную среду. Очень не любит. И вот как раз микрогидрин будет нам эту среду помогать в себе создавать. Микрогидрин нужно пить минимум, я так считаю, две капсулы в день. Взрослым очень хорошо просто открывать капсулу и высыпать под язык. И желательно еще глоточек водички набрать, если есть такая возможность, поддержать это во рту. Дело в том, что у нас внизу есть под языком такая венка, и это очень быстро всосется, сразу попадет в кровоток. Вот эти вот два продукта должны в нас максимально создать щелочную среду. Еще давно это доказано, Ота Варбур доказал, что в щелочной среде не живут микробы и другие паразиты, в том числе и наша кандида. Вот наша задача эту среду создать. А еще у нас есть прекрасный продукт, но это уже, я считаю, что как рабочий такой продукт, как коллоидное серебро. И он у нас сильвергель в форме геля, сильвергель, и сильвермакс это в жидкой форме. Есть определенные формулы, это вы уже узнаете схемы, которые прям составлены уже дистрибьюторами компании. Это все проверено годами, десятилетиями, это рабочие схемы. Когда мы сильвергель применяем, ой, сильвермакс, но сильвергель тоже в какой-то степени можно использовать, применяем в борьбе с кандидой. То есть, если это касается, например, молочницы, да, многие женщины страдают, и вот в острые моменты можно использовать сильвергель. То есть, вы спросите у своих людей, которые вас пригласили сюда, эти схемы ходят, эти схемы известны, мы, может, потом их выставим в чатах, и вы посмотрите. То есть, это определенные тампоны, там не только один сильвергель, там еще компоненты. Это очень сильно облегчает, и в то же самое время никак лекарство одно губит, другое как бы лечит, а наоборот, все это идет уже сразу такой комплекс лечебный. Лечебный. Восстановительный бы сказал, не люблю слово лечебный. Восстановительный. Мы восстанавливаем. Деткам очень хорошо давать сильвермакс в жидком виде. То есть, его принимают до еды натощак, возможно, после воды, сразу, либо перед водой, неважно, главное, выдержать интервал минут 30-20. И тогда очень хорошо сильвергель работает с патогенной микрофлорой. Самое прекрасное то в сильвермаксе, что оно не наносит никакого вреда здоровым клеткам. Вот это вот как бы безопасно абсолютно, это точно. Вот. Ну, по моим продуктам все. Девочки дальше раскрывают тему уже именно с теми продуктами. То есть, моя цель донести до вас, что нам нужно создать такую внутри неблагоприятную среду, чтобы там не комфортно было находиться в патогенной микрофлоре. И пить, пить, промывать, промывать. Вот так, вот такая схема. Тоня, огромное тебе спасибо, благодарность, потому что ты действительно правильно осветила, очень коротко, емко и правильно осветила тему, что гидротация очень важна для нашего организма и во многом и в целом. Следующий спикер нам сейчас осветил тему, да, мы водичкой все это промыли, мы обмыли клеточки, наше межклеточное пространство заполнили нужной водой. Но это еще не все, потому что есть такое сейчас во многих компаниях, детокс, он присутствует везде. Так вот, в этих схемах, в противогрибковых схемах детокс тоже присутствует. И вот о детоксах именно в схемах противогрибковых расскажет нам следующий спикер. Леночка, подключайте, пожалуйста. Да, всем здравствуйте. Видно, слышно? Все нормально? Тихо слышно тебя, Лена, тихо. Продолжаем дальше создавать неблагоприятную среду. И я хочу вам рассказать про чудесное растение, которое обладает противогрибковым действием. Это наша люцерна. Это растение, которое, как я сказала, обладает противогрибковым действием. Никогда не удобряется сама химикатами, то есть она не повержена поеданию грибков. И в этом ее уникальность. У люцерны огромные корни, которые уходят далеко в землю, и она дает нам очень важные минералы и витамины. Это витамин В, К, А, П и Е. Но она обладает не только противомикробным действием, но еще имеет общеукрепляющее действие, так как содержит аминокислоты. То есть мы выпили люцерну, мы укрепили свой иммунитет. В виде БАТ именно коралловая люцерна наша обладает очень хорошей усвояемостью, и поэтому системное очищение организма способствует общему укрепляющему эффекту, особенно при грибковых заболеваниях. Действие ее мочегонное, поэтому при различных заболеваниях почек люцерна оказывает защитное действие на почке. То есть очень серьезные противогрибковые и очень серьезные общеукрепляющие эффекты от принятия люцерны. А еще такой маленький лайфак коралловский. Вечером за 2 часа до сна, либо кто-то заменяет вообще себе ужин, ряженка, туда высыпаем люцерну. Одна капсула на 10 килограмм веса. И принимаем, перемешиваем все и принимаем. Утром наш кишечник питаем микрофлору кишечника, утром наш кишечник скажет нам спасибо. А чистый кишечник это опять же сильный наш иммунитет. Что нам нужно обязательно, чтобы эти грибы к нам не прицеплялись. Следующее, о чем хочется поговорить, это ферменты. А что такое ферменты? Это составляющая часть пищеварительного процесса. То есть и в отсутствии ферментов наша пища не усваивается. Как говорят китайцы, пища, которая не переварилась, съедает того, кто ее не переварил. Классно так сказали. Ферменты вырабатываются нашим организмом в определенном количестве и качестве. То есть когда мы кушаем, наша пища попадает в желудок, и поджелудочная железа начинает вырабатывать ферменты. С возрастом происходит меньше выработка ферментов, а у людей, у которых проблемы с поджелудочной железой, ферменты и вовсе, получается, не вырабатываются или не в том количестве, которые нужны нашему организму. Что от этого страдает? Люди страдают запорами, каловые камни и так далее. Давайте мы рассмотрим с вами ферменты кораллового клуба. Папая. В этих таблеточках содержится большое количество ферментов, а самый главный фермент это папаин. А папаин это вещество, которое помогает переваривать белковую пищу. И действия папаина очень схожи с действием ферментов человека, потому что очень близко к составу человеческого фермента. Он вкусный какой, он очень вкусный, приятный, как будто бы кусочек папайки съел в натуральной. Следующий фермент это ассимилятор. Это фермент растительного происхождения и он принимает участие во всех пищеварительных процессах. Он не вызывает привыкания, потому что он растительный у нас и не блокирует выработку собственных ферментов. То есть мы можем его попить и мы, грубо говоря, не подсядем на него. То есть не будет такого, что все без ферментов, больше у нас организм наш не работает. Нет. То есть почему принято к шашлыку подавать зелень и овощи? Потому что у них много ферментов и они помогают нам с вами расщеплять белок. То есть смотрите, мы употребляем фермент, мы помогаем организму в пищеварении нашем. У нас ничего не задерживается, все выходит, все как надо, все работает, как часики. Захотят грибу у нас там жить? Ну я думаю, нет, а зачем? Все прекрасно, все чисто. То есть благодаря ферментам происходит расщепление пищи на питательные элементы и доставка их в органы и ткани. И особенно ферменты нужны во время чистки организма, потому что они помогают нам восстановить ферментативную функцию нашего организма. То есть напитать, напитать нужными ферментами. По ферментам у меня все и еще незаменимый, шикарный продукт – лецитин. 65% печени состоит из лецитина. 55% головного мозга состоит из лецитина. 30% ткани спинного мозга состоит из лецитина. Но дальше не нужно продолжать вообще, нужен он нам или нет. Конечно, нужен. Это умная и необходимая добавка 21 века, именно коралловый лецитин. При отсутствии лецитина страдает весь наш организм. Где содержится лецитин? Это желтки яйца, соя, красная икра. И взрослая потребность организма – это 10 желтков яйца в день. Ну, вряд ли кто-то из нас с вами это может съесть, а даже если сможет съесть, ну, я не представляю. Я, наверное, буду ночевать в унитазе, и это не примет просто наш организм. Лецитин, он обеспечивает хороший желчный отток, то есть он защитник нашей печени. Лецитин – участник формирования защиты мембраны клеток, то есть нервных клеток. То есть это защита нашей памяти и нашего головного мозга. И лецитин участвует в переработке токсинов и выводит их наиболее благоприятным способом для нас. Ну, смотрите, печень мы защитили, головной мозг, да, мы защитили, мы защитили, в принципе, весь наш организм. Грибы навряд ли захотят тоже с нами соседствовать и присутствовать. Поэтому оздоровляйте себя, любите себя, будьте здоровы. Лена, я благодарю тебя, очень важную тему раскрыла. И, как, надеюсь, все заметили, да, вот красной чертой везде звучит одна тема, да, у нас. Иммунная система, иммунитет. Насколько важно сдержать вот иммунитет, чтобы он был сильный, пока сильный иммунитет, ничего не цепляется. И следующий спикер нам продолжит, расскажет про продукты, которые помогают именно в этом процессе. Леночка, подключайся, пожалуйста, при мне. Я же рассказываю про другие продукты. Сейчас я так поняла, про минералы должны рассказывать, вроде. Да, я прошу прощения, отвлеклась. Оля Зоугольная сейчас расскажет, да, про минералы, которые у нас входят с темы, противогрипповые схемы во все входят. Поэтому, Оля, подключайся, пожалуйста. Добрый вечер. Меня видно, слышно? Да, хорошо. Я сегодня хочу рассказать, да, про очень важную тему, минералы. А насколько они играют большую роль вообще в противогрипповых программах. Расскажу про несколько из наших минералов, кораллового клуба, которые участвуют в противогрипповых программах. Почему они важны, нужны нам, да? Ну, более подробно сейчас это все раскрою вам. Первый минерал – это сера. Сера – это уникальный продукт, он входит в состав коллагена, это все наши соединительные ткани, органы, кожа, кости. У него есть одно очень уникальное свойство, он задерживает рост и развитие паразитоформ. Это все грибы, вирусы, бактерии. Он входит во все противогрипповые программы, этот минерал. Он положительно влияет на патогенную микрофлору. Серу добывают из морской воды, она не имеет чесночного запаха, поэтому очень легкого употребления. Еще следующий минерал, который участвует в наших программах – это цинк. Цинк блокирует развитие и размножение инфекции. Он ускоряет процессы выздоровления организма цинк. Участвует в формировании клеточного иммунитета. Он повышает сопротивляемость организма инфекциям. Цинк содержится в таких продуктах, как устрицы, мидии, семечки тыквы, семечки подсолнечника, кедровые орехи. Я думаю, такие продукты не у каждого из нас каждый день в рационе питания, поэтому необходимо добавлять биологические добавки. Следующий минерал, про который я хочу рассказать – это селен. Селен участвует во всех обменных процессах в организме. Он является защитником нашего организма. Он антиоксидант. Он защищает нас от грибков, вирусов, бактерий. Он также рекомендуется людям со сниженным иммунитетом, у тех, у кого идут длительные воспалительные процессы, его назначают. Он также не токсичен совершенно, употребляется обычно с селеном вместе. Ну, вот про минералы у меня все. Я хотела бы еще про результаты рассказать, что я в основном вижу сейчас женщин у нас здесь. И как бы грибковые формы, они проявляются не только в тканях, в органах. Они также у нас, например, на ногтевой пластине могут жить. И такой результат недавно был, что девушка заразилась у маникюрщицы грибком и долго проходила медикаментозное лечение. Никак не могла избавиться от этих видов грибов. И только на наших противогрибковых программах она полностью вылечила свои ногти. У нее сейчас чистые пластины ногтевые. Вот такой вот замечательный результат. Ну, вот у меня все. Оля, я тебя благодарю. Более того, ты осветила результат моей дочери. Поэтому тем, кто сейчас нас слушает, это вполне реальный результат. Действительно, да, три года она не могла справиться с этой проблемой. Никакими медикаментозными средствами не помогали. Как только она прошла по схемам, противогрибковым схемам, сейчас она добросовестно посещает маникюрщицу и очень этому рада. А я, видать, так хотела поговорить об унитесе, что переключила сразу на Лену. Леночка, подключайся, пожалуйста, и расскажешь нам, какие же продукты помогут нам в этом. Я все внимательно послушаю. Доброе время суток. Меня зовут Хримей Террина. Я знаю о борьбе с грибами, не понаслышать. Я уже где-то около полутора лет прохожу различные противобактериальные программы. Для решения каких-то там своих проблем по здоровью. Мне кажется, что это иммуномодулятор продуктов, которые помогают бороться, выводить грибы, патогенные микроорганизмы и восстанавливать иммунитет. Это все продукты растительного происхождения. И мы знаем издавна, что бабушки кедали и выводили разные вредные микроорганизмы с помощью трав. Ну вот, один первый продукт, о котором я хочу рассказать, это кора муравьиного дерева. Кора муравьиного дерева, это считается божественное дерево, которое дает силу и жизнестойкость организму. В коре содержится более 20 активных соединений, которые обеспечивают оздоровительное действие, блокируя рост и размножение грибов кандида и патогенных микроорганизмов. Кора муравьиного дерева, она активирует иммунную систему и является очень сильным антиоксидантом. Кора у нас представлена двумя видами, то есть кора с селеном и кора с моте. Кора с селеном, она усиливает действие и повышает сопротивляемость грибам. А моте усиливает оздоровительный эффект и способствует насыщению крови, кислородом и питательными веществами. Следующий продукт, о котором я хочу рассказать, это чеснок. Чеснок издавна используется для профилактики от патогенных микроорганизмов. Он уничтожает различные грибы и организмы патогенные, но при этом не разрушает здоровую микрофлору кишечника, что очень важно для организма, но тем самым также повышает иммунитет. Следующий продукт, о котором я хочу рассказать, это черный орех. Лис черного ореха. Он непосредственно используется для борьбы с грибами рода кандида и патогенными микроорганизмами. Обладает антибактериальными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Содержит большое количество юблона, а юблон – это природный антибиотик. Из черного ореха еще применялся издревле, ну и очень хорошо помогает бороться с этими грибами. Еще один продукт, о котором я хочу рассказать, это бордок рут. Бордок рут – это экстракт лопуха. Отличается высоким содержанием активных веществ, это инулины, танины, эфирные масла, и тем самым он активно проявляет детоксикационные свойства. Он уничтожает грибы и способствует выведению токсинов продуктам жизнедеятельности этих грибов и микроорганизмов. Также обладает кровоочистительными свойствами, помогает оздоравливать микрофлору кишечника. Мы знаем, что кишечник – это наш второй мозг, и если кишечник загажен различными патогенной микрофлорой и грибами, то это все очень плохо сказывается на всем нашем организме. И вот употребляя вот эти вот вышеперечисленные продукты в программе, в противогрибковой программе, помогает добиться очень хороших результатов. и при определенных условиях, ну, как бы, ну, всех по-разному, конечно, и, ну, помогает полностью избавиться от грибов и патогенной микрофлоры. Ну, вот все, что я хотела рассказать. Лена, большое спасибо. Ты затронула как раз тему, да, вот этот патогенный микрофлор и кишечник. Вот девочки все об этом говорят, да, но вот мы эти бактерии, точнее, патогенную микрофлору, я ведь там вначале говорила, что с ней можно жить, только определенные условия, которые могут быть невыносимы. И вот сейчас следующий спикер расскажет, также продолжит тему иммуномодуляторов и расскажет сначала о продукте, который помогает нам, ну, значит, расскажет сама. Подключайте, пожалуйста, пожалуйста. Всем доброго времени суток. Приятно всех видеть. Я присоединяюсь ко всему, что было выше сказано, что девочки уже сказали. И в продолжении этой темы, и как наверняка уже все поняли, исходя из того, что мы сейчас услышали, и увидели, насколько важно, чтобы иммунитет нашего организма был сильным и здоровым. И тогда на здоровый иммунитет уже не цепляются никакие болезни, не развиваются патогенные микрофлоры. Я вам расскажу о продуктах, которые помогают поддерживать иммунитет и помогают заселить наш кишечник полезными бактериями. В этом нам поможет первый продукт, это суперфлора. Суперфлора – это высокоэффективный симбиотик, представляющий сбалансированную комбинацию пробиотиков и пребиотиков, которые обеспечивают результативное оздоровление микрофлоры кишечника. Для чего же нам это необходимо? Для того, что патогенная микрофлора, которая живет у нас в кишечнике, вытесняет вытесняет, да, и полезную микрофлору, в соответствии начинает заселяться нужная флора. Немножко запуталась. Защита внутренней среды кишечника бактериями происходит за счет препятствия возникновению ганилистой инфекции, метеоризма и других патогенологий. Исходя из этого… Лен, не услышала. Что-то совсем никого не вижу, никого не слышу. Связь идет, меня слышно, видно? Галя, тебя хорошо слышно, видно. Продолжай, пожалуйста. Ага. Принимать этот продукт рекомендуется на ночь. Почему на ночь? Потому что именно в ночное время наш кишечник активно работает. То есть ночью у нас заселяются бактериями. Исходя из этого, делаем вывод, что суперфлора повышает иммунитет кишечника, чтобы вытеснить патогенную микрофлору и заселить ее правильной флорой, которая нам необходима. Следующий продукт, который я хотела бы рассказать, ну такую вот помарочку, поступление сделаю. Есть морской хищник. Это акула. Акулами у меня ребенок, сыну 9 лет, начал интересоваться еще будучи трехлетним ребенком. И мы с ним очень много штрудировали интернет, какие-то научные статьи. И вы знаете, сейчас мне выпала такая честь рассказать именно об этом продукте, потому что акулы уже близки, так как много о них знают. И начну с того, что акулы — это единственные морские хищники, обладающие крепким иммунитетом, который устойчив ко многим заболеваниям и инфекциям. На основе этого ученые пришли к выводу, что продукт, что акули и жир — это уникальный продукт, источник витаминов, минералов и других полезных веществ, необходимых для организма человека. Поскольку акулы — это долгожители подводного мира, ученых заинтересовали процессы, происходящие в их организме. Так они выяснили, что акулы почти не болеют, а полученные раны у них быстро затягиваются. В лабораторных условиях было установлено, что наиболее ценным компонентом обладает печень акул, которая вырабатывает много жира. Вот жир печени акулы — это удивительное природное средство для укрепления здоровья. За разнообразие полезных веществ, содержащих в этом продукте, ее называют серым золотом. На протяжении столетий жир использовался прибрежным населением в качестве лечебного снадобья при иммунодефицитных нарушениях, при инфекциях, аллергиях, для улучшения заживления ран и как антистрессовое средство. Жиром печени акулы кормили выздоравливающих для скорейшей реабилитации и возвращения сил. Вещества, входящие в состав этого продукта, такие как скволен, омега-3, витамин А, Е, Д, обладают иммуномодулирующим, противовоспалительным, гиполепидическим и антиоксидантным эффектом. Поэтому я думаю, что такой вот надежный защитник нашего организма должен действительно быть у каждого уважающего и заботящегося о своем здоровье человека. Со следующим продуктом хотела бы познакомить. И этот продукт, название как минимум нам известно с самого детства. Это солодка. Солодка – настоящая кладовая полезных и целебных веществ. Она известна со своими лечебными свойствами более 5000 лет и берет свое начало с Китая и Тибета. Более предпочтительное применение отдавалось при назначении маленьким детям и пожилым людям ввиду отличных показаний при укреплении организма и омолаживающего эффекта. Так, из-за своих полезных лечебных свойств солодка и ее корень прочно вошли в современную сферу медицины. Содержащиеся в составе корня солодки уникальным соединением, которое оказывает сильнейшее противовоспалительное действие, применение солодки оказывает жароподержащие противовирусное, противомикробное действие. Применяется и при лимфотоксикозе помогает очистить организм. Наш продукт корал солодка это комплексное, противовоспалительное, отхаркивающее, иммунокорректирующее средство на основе экстрактов солодки голой и имбиря для восстановления и поддержания здоровья. Входящий в состав солодки имбирь полезен для укрепления иммунитета за счет наличия в корне жизненно необходимых витаминов и минералов, эфирных масел и аминокислот, он обладает тонизирующими свойствами, мобилизует внутренние силы организма. Это все в помощь нашему иммунитету, а как мы уже знаем из всего, что было сказано, предложено и результатами показано, что когда мы берем это в свою копилочку и применяем это на себе, конечно же, результат не оставляет себя долго ждать, да, мы получаем свой результат, а что такое результат? Это путь к здоровому образу и долгому, счастливому пути жизни. Поэтому я желаю всем поддерживать свой иммунитет, ухаживать за нашим организмом, не забывать этого делать, так как мы ухаживаем за нашим жилищем, мы должны ухаживать за своим организмом. Поэтому всем желаю здоровья, долгих-долгих лет жизни. Спасибо, у меня все. Галочка, огромное спасибо тебе, надеюсь, тем было интересно. Ну и как Галя несколько раз озвучила, начала это озвучивать, Оля, да, мы все идем на результат, озвучено, было много продуктов, я в конце это все подытожу, но все мы идем на результат, когда мы видим результат, не просто слышим, потому что было озвучено, когда мы это все видим, ну как-то больше укрепляемся, наверное, в мысли о том, что нам это тоже надо. и сегодня у нас есть результат, которым с нами поделится нашего солнечного Краснодара, Александр. Саша, пожалуйста, подключайся, мы все рады будем тебя слышать. Спасибо. всем доброго дня, времени суток, извиняюсь. Ну, результат у меня такой, в конце марта этого года обнаружил, что у меня на голове началось какие-то там очки, шелушение, чесалось жутко там, и начало распространяться по всей голове. Вот, в итоге заполнилась всю голову, ощущение после мойки головы было такое, что когда высыхает, у меня шапочка резиновая на голове. Вот, естественно, там нам смазывал жиром маслом чайного дерева, вот видно на фотографии слева. Вы знаете, это он специально сфотографировал, я смотрю, сидит, сфотографирует, зачем ты это делаешь, чтобы сейчас пройду все программы и посмотрю, какой будет результат. Да, так и было. Вот, ну, в итоге пришлось идти все-таки по программе полностью, по концепции здоровья пошел. Значит, паразитарк готов на постоянную основу зашли, ну, зови себе паразитарку прошел, коловаду, здоровый кишечник, вот, во время коловады, серебро из наруши, изнутри, то есть внутривенно кололи, вот, ну и постоянно цинксилен, витамины употребляю. И вот вчерашняя фотография буквально, значит, перед стрижкой, да, оброс перед стрижкой, вот видно, сзади у меня темный волос стал, брови потемнели, цвет стал восстанавливаться, из седины стал восстанавливаться цвет, все вот эти шелушения ушли, то есть видно, что ничего нет, вот, голова чистая, ну, то есть, желаю всем быть здоровым, спасибо, королл-клава. Да, и дело в том, что вот, я хочу добавить, что просто нет никакой волшебной таблетки, в самом начале, когда все у него это началось, он мазал маслом чайного дерева, вроде чесаться, переставало немного, ну, кожу стягивало, он следом мазал жиром эбу, ну, на время отпускало, но вот, понимаете, когда пошел по концепции, мы даже не заметили, я просто смотрю, слушаю, у тебя сзади волос-то вообще потемнел, представляете, они просто вообще прошли, вообще ничего нету, ничего не чешется, то есть, главное, концепция, поем, честим, моем постоянно, постоянно детокс и постоянно что-то вот бьет, постоянно что-то бьет, уже с утра встает, разводят водичку, сашкинцот, сам, без напоминаний, то есть, волшебной таблетки нет, есть концепция здоровья, есть системный подход, я всем желаю здоровья, спасибо за внимание. Огромное благодарное солнечному Краснодару, огромная благодарность семье Оля и Саше, благодарю вас за то, что поделились результатом, потому что лучше один раз увидеть, чем услышать, люди как бы устроены по-разному у нас. Я хочу поблагодарить всех девочек, которые сегодня подготовились, и я так понимаю, наверное, что люди понимают, что мы представили продукты, отдельные продукты, которые у нас органические, в тилатной форме, вот, но я вначале сказала, что у нас есть шикарные программные решения, как Оля правильно сказала, системный подход, то есть, только системный подход, и только программные решения могут помочь избавиться от этой проблемы. Я всем желаю огромного здоровья, я благодарю всех, кто сегодня присутствовал на эфире, всех, кто помог мне подготовить эфир. Тема достаточно актуальная, тема достаточно серьезная, я сказала, что это не безобидные жители, которые в нас живут. Это патогенная микрофлора, которая при определенных условиях, повторяю, может перерасти в смертельное заболевание. А вам я всем желаю здоровья, и до следующей встречи. Всем большое спасибо. Пока-пока.